Производитель оборудования для майнинга Цена биткоина преодолела отметку в 2000 долларов. Цена первой цифровой валюты на ведущих биржах преодолела психологический рубеж в 2000 долларов. Таким образом, менее чем за полгода биткоин вырос вдвое. В настоящее время средневзвешенная цена цифрового золота составляет 2027 долларов. За последнюю неделю биткоин вырос более чем на 15%, а его капитализация превысила 33 миллиарда долларов. В то же время на некоторых популярных криптовалютных площадках биткоин еще не преодолел отметку в 2000 долларов. Так, например, на бирже Bitsam первая криптовалюта торгуется по 1972 доллара, а на бирже BTC ее цена составляет 1969 долларов. На корейских и японских биржах курс биткоина самый высокий, что свидетельствует о стремительном росте популярности цифровых валют в азиатских странах. С пометкой «Молния» в ночь на четверг 25 мая цена биткоина обновила новый исторический максимум, поднявшись выше 2500 долларов. Максимальный показатель на бирже Bitsam к данному моменту составлял 2575 долларов, BTC – 2510 долларов, BitFenix – 2497 долларов. Средневзвешенный курс, под данным CoinMarketCap, достигал 2597 долларов. Таким образом, за последние 24 часа цена выросла на 8%, за последние 7 дней – на 40%. В России приравняют криптовалюты к цифровому товару. Банк России предлагает считать биткоины и другие криптовалюты цифровым товаром. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на зампреда ЦБ Ольгу Скорбогатову. Как сказала Скорбогатова, два месяца назад регулятор обсудил вопрос частных криптовалют заинтересованными ведомствами – Минфином, Минэкономразвития и силовыми структурами. Цитата. «Наше предложение относить криптовалюты к цифровому товару, применять законодательство с определенными уточнениями в части налогов, контроля и отчетности как к цифровому товару», – сказала Скорбогатова на заседании рабочей группы в Госдуме. Также она добавила, что инициативу ЦБ поддержали все министерства. Ранее сообщалось, что российские законодатели намерены подготовить максимально дружественный по отношению к майнерам криптовалют вариант регулирования их деятельности, однако за продажу добытых биткоинов им по-прежнему может грозить тюремный срок. Редактор Гизмода случайно выбросил жесткий диск с биткоинами на 4 миллиона 800 тысяч долларов. Грустную для себя историю поведал редактор издания Гизмода Кэмпбелл Симпсон, сообщив, что в 2010 году он приобрел 1400 биткоинов, заплатив за них тогда всего 25 долларов. Сегодня эта сумма превысила бы 4 миллиона 800 тысяч долларов, однако в тот момент, не придав этому особого значения, Симпсон выбросил жесткий диск, на котором хранились его биткоины. Впрочем, сохраняя оптимизм, Симпсон заявил, что все это для него не более чем забавная история, перерывать мусорные поля в надежде вернуть потерянные биткоины он не намерен, хотя, конечно, изредка и расстраивается по этому поводу.